привет вкусно тебе обалденно а тебе и не я жую ты что-то там жуешь ну ты же все у тебя так лицо двигается как будто ты жуешь что-то уже проживал что ли проживал нет нет не дебил нет абсолютно у тебя так двигалось лицо такое складывалось впечатление что ты что-то жрешь я мужичок маленько отсталый нет абсолютно откуда вообще родом город харьков а ты откуда я за столицу кузбасса что это у нас такое какой-то город кто у нас там столица кузбасс самый крутой город кемерово кемерово о жопа мира кемерово слушай а ты где учился после школы военном училище я учился в харьковском высшем военном авиационном училище радиоэлектроники а ты кемерово к высшему военному командному училище связи а если частота 1 мегагерц какая длина волны 1 мегагерц да длина волны какая а ты мне скажешь какая поляризация у тропосферной станции или там примеру там у спутниковой станции ну я точно не вопрос задавайте но это же школьной программы может быть ты школьная программа ты закон ома мне расскажешь ну расскажу конечно же конечно и равно у на р ток протекающий по участку цепи равен напряжение на этом участке деленным на сопротивление 1 ампер это 1 вольт деленный на 1 ом и закон киргофа тоже может 1 или 2 1 1 сумма токов втекающих в узел цепи равна сумме токов вытекающих оттуда но уже неправильно а скажи правильно пожалуйста сумма токов в узле равна нулю так это же я тебе же это именно и сказал ведь сумма ведь токи втекающие они считаются положительными а вытекающие это отрицательные вот и но и вытекающие можешь там рассказывать своим а второй закон киргофа ты можешь сказать я могу и второй сказать а ты знаешь что такое тропосферная связь ну конечно это в верхних стоях атмосферы когда еще называют метеорная связь правильно то есть метеоры возбуждают делают атмосферу ионизируют атмосферу и от этих вот следов ионизации может отражаться электромагнитные волны при этом возможно связь на дальнее расстояние вот здесь ты да здесь ты законах ты конечно слабоватый а вот здесь ты ты меня удивил так чё не знаешь если частота 1 мегагерц какая длина волны ты не знаю это вообще так это школьники знают ну а если частота один гигагерц у меня сын учится университете на этом зови его сюда сейчас спросим он знает зови его сюда сейчас мы его опустим на фига наверно не знает да не он все знает все давай зови его сюда но он правда это два года на физико отучился потом на политолога перешел ну так хорошо а если частота 1 гигагерц какая длина волны ну это школьники учат в школе это чё ты такой тупой это же школьники в школе учат ну это вы тупые блять я не знаю блять если ты это блять ну я могу загуглить там блять ну это прочитать ну и зачем то есть ты учился в радиотехническом училище училище связи и ты не знаешь как соотносится как связана длина волны и частота я правильно тебя понял ну конечно же а ты откуда знаешь вообще это я это в школе учил я это в школе учил это любой нормальный радиоинженер связи с должен знать ну ты что смеешься что это как математик будет говорить ну я таблицу умножения это не все знаю это же как таблица умножения для радиста для связиста чё вы такие тупые а ты чё а звуку морза знаешь нет я не знаю вообще а звуку морза я знаю что только по моему точка тире это буква а ну и все сознаю я же радиоинженер мне не надо знать а звуку морза ну вот а мне нахера блять знать вот эту херню которую ты мне сейчас говоришь ну смотри у тебя предположим радиостанция работает на частоте 10 мегагерц можешь себе представить такое у меня работала радиостанция на зуба сферная станция у меня работала за полярным кругом какая частота на какой частоте вы работали так частота там была у нас забыл пропил пропил ну помню мощность до 55 чего мегавольт мегавольт боже когда ты тупой смотри если лампа и у нее сетка ну вот триод например на сетку мы подаем положительное напряжение что происходит с током в радиолампе смысле положительное я и я тебя не понял ничего ничего не понял вообще вообще ничего не а если на сетку подаем отрицательный потенциал относительно катода что ну конечно но но если схема с общим катодом что с током в лампе происходит неважно там титрод пентод триод на управляющую сетку подаем отрицательное напряжение отрицательное напряжение по модулю возрастает что происходит с током в радиолампе чё такие тупые там я понять не могу да элементарные же вещи ты не знаешь какие ты транзисторы знаешь типы транзисторов какие ты знаешь а ты знаешь что такое следящий гетеродин примеру там ну конечно это по частоте гетеродин который перестраивается и подстраивается под сигнал ну ты не ты не знаешь я понял ладно это понятно а кстати говоря а зачем он там следит чтобы я понимал зачем следить гетеродин зачем он следит а ты знаешь что такое следящий генератор там ну я же говорю зачем он следит где это применяется где применяется следящий гетеродин где давай поспутник ладно понятно что такое вообще гетеродин скажи мне пожалуйста короче ты понимаешь что такое вообще гетеродин я то понимаю так а что это скажи что такое вообще гетеродин это приемное устройство вообще-то гетеродин это приемное устройство ты что тупой что ли да то есть приемное устройство из одного гетеродина состоит нет не только а из чего еще состоит из чего состоит радиоприемное устройство гетероген это что такое ветер один это для тебя это генератор это ты тупой гетеродин это генератор. Ты вообще ничего не знаешь, блядь. А что такое гетеродин? Ты мне задаёшь все вопросы, блядь, а не знаешь? Да, да, да. Вещей для инженера, блядь. Да, гетеродин это генератор, который используется в радиоприемных устройствах. Ну, что такое, что такое, ну, прежде всего, по-твоему, что такое гетеродин? Если ты не согласен с тем, как я сказал. Что такое гетеродин, по-твоему? А что такое дегенератор? Дегенератор, это ты дегенератор. Регенератор, может быть. Регенеративный приёмник. Не может такого быть. А дегенератор, это у тебя в голове дегенератор. Да, это ты, вот, дегенератор, блядь. Есть регенератор, это регенеративный приёмник. Ты нахватался, блядь, каких-то вещей, блядь, С интернета, блядь Блядь, тупорылые, блядь, животные Так ты даже не можешь объяснить, что такое гетеродин Ты даже инвентарный, блядь, не знаешь, блядь, вещей Ты не можешь объяснить, что такое гетеродин Что такое гетеродин, ты умный Я тебе объяснил Что это такое, нет Это приемное устройство для тропосферной станции Гетеродин, это приемное устройство для тропосферной станции, ты тупой Ты знаешь вообще, что такое тропосферная станция? Ну я же тебе сказал. Ну хотя ты мне что-то объяснил, в принципе. Ну, 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 ну. Ну хотя видно, что ты тупой, конечно. Ну для тебя, да. Для тебя я тупой. Что-то ты там знал. Что-то. Что такое ФЧХ, ты знаешь? Видишь, три буквы, аббревиатура ФЧХ, что это такое? Нет, не знаю. Это фазочастотная характеристика. Так. Зачем я тебя учу, не знаю. А нет, а ты знаешь, что такое поляризация, к примеру, там? Поляризация, да, это направление вектора, обычно электрической составляющей электромагнитной волны. Вот если мы имеем, если мы, поляризация бывает вертикальная, бывает горизонтальная, бывает круговая. Ну. Молодец. Ну, конечно, молодец. Нет, здесь, здесь все, вопросов нет. Если у нас имеется вибратор, ну, например, несимметричный вибратор, четвертьволновой, неважно какой, то поляризация совпадает с направлением вибратора. То есть, вот если вот так вибратор стоит, у нас будет вертикальная поляризация. Как тебя, кстати, звать? Александр Викторович Беспалый, радиоинженер, радиофизик. Я Александр Николаевич. Тупой Александр Николаевич. Ну, ты тупей меня намного, конечно. Ну, еще бы. Оно же еще бы. Ты из школьного... А ты знаешь, что такое логарифм? Логарифмическая функция? Ты хоть что-нибудь из математики знаешь? На самом деле, я знаю очень многое, но я просто тебе отвечаю. Не, ну, если ты считаешь, что гетеродин это приемное устройство, то, ну, кто ж тебе, доктор? А что тогда супергетеродин тогда? Что такое супергетеродин? Ну, ты вообще этого не знаешь. Я тебя спрашиваю, подожди, что такое супергетеродин? Я тебя не спрашиваю даже, что такое кварцевый генератор, блядь. Я понимаю, что ты не ответишь на эти вопросы. Ну, почему же не отвечу? Это генератор, в котором используется кварцевый резонатор. Ну, и что? И что? Который обладает достаточно высокой стабильностью частоты. Бывают термостатированные кварцевые генераторы. И он используется вообще. Ну, в синтезаторе для того, чтобы задать нужную частоту. В качестве эталона частоты. В синтезаторах частоты. Ну, дебил, понятно. Что в часах может использоваться. Ну, в часах. У тебя он в часах может использоваться. А у меня вот в связи он использовался. Да, 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 да. У тебя там был синтезатор частоты? Да. Ну, в качестве опорного генератора использовался генератор кварцованный? Кварцовый генератор использовался в качестве... Терапосферной станции использовался. Ну, вот. По каким принципам создают синтезаторы частоты? Принципы. Как работает синтезатор частоты? Ну, хотя бы что-нибудь ты знаешь. Вот я знаю как минимум два принципа, как работают синтезаторы частоты. Ну, ты вообще знаешь, с чего он состоит-то хотя бы? Синтезатор частоты? Да. Ну, например, там может быть один из вариантов синтезатора частоты. Ну, как бы такой классический. Там есть задающий генератор. Есть генератор, управляемый напряжением. Как правило, на варикапе. Есть фазовый детектор и есть делитель частоты, который устанавливает, собственно говоря, кольцо фазовой автоподстройки частоты. Реализуется в некоторых видах синтезаторов частоты. ФАПЧ используется. Фазовая автоподстройка частоты. Когда у нас фазы сигналов совпадают, у нас тогда осуществляется равенство частот. Ты знаешь, что такое фаза? Да знаю, конечно. А что такое фаза? Фаза и ноль. Нет. Я имею в виду фаза у колебания электромагнитного. Что такое фаза? Ну, понятно. Что понятно? Что такое фаза? Я же тебе только что говорил про фазовый детектор. Что такое фаза? Какая связь? Между частотой и фазой колебания. Есть какая-то связь между частотой и фазой колебания? Ну, есть. Ну, какая это связь математически? Как можно от частоты перейти к фазе колебания? Ну, тупой ты, понимаешь? И тебе кажется, что человек, который что-то знает, он тупой. Частота – это скорость изменения фазы. Частота? От частоты к фазе можно перейти дифференцируя или наоборот, чтобы перейти. Надо интегрировать сигнал. Я знаю, что такое ток вообще? Знаю, конечно же. Ток – это направленное движение заряженных частиц. В проводниках это электроны. Ток измеряется в амперах. Один ампер – это значит, что через сечение проводника за одну секунду проходит заряд в один кулон. А в системе единицы один ампер вводится как два проводника бесконечно тонких, бесконечно длинных на расстоянии один метр. И если через них синфазно протекает ток, постоянный в один ампер, между ними существует сила, по-моему, 10 в минус 7 ньютонов на каждый метр длины этих проводников. В системе единицы так вводится понятие один ампер. Я понимаю, что ты шизофреник наполовину, но я бы тебе сказал простым языком. Ток – это направленное движение электронов. А может ток быть направленным движением неэлектронов? Ну, может быть. Я не знаю. Для тебя там фиг знает. Кто вы там, блядь, делаете? Ну, неэлектроны могут создавать электрический ток? Могут. Могут. А магнитное поле, если неэлектронами ток обусловлен, может при этом существовать или нет? Может. Точно может? Точно может. Точно. Ну, слава тебе, Господи. А что такое один Генри? Что мы измеряем в Генри? В Генри? Да. Что такое один Генри? Что-то вообще ты уже спрятался куда-то. Нет. Я наоборот не спрятался. Я вспоминаю. Что такое один Генри? Что мы измеряем? Это реально школьная программа. Ну, ты просто глуп, поэтому... Ты учился в училище связи, по связи, и ты не знаешь, что такое Генри? Ну, когда я учился-то, это было когда? Это было 30 лет назад. А что ты вообще знаешь из математики? Что ты помнишь из математики? Из физики? Что ты помнишь? Интегралы, ты знаешь. Ты знаешь, что такое число Пи? Интегралы, он знает. Что такое число Пи? Чему оно равно? А что это такое? Я знаю Пи на два, блядь. Это взорвать любой объект. Это я знаю. Подожди. Я понял. Пи на два. Скажи, пожалуйста, ты понимаешь, что такое число Пи? Ну, чтобы ты не называл его только, а что это такое? Что такое число Пи? Ну, это общее название, так скажем. Число Пи, это общее... Ты в ум уже пропил полностью. Это отношение длины окружности к диаметру. Ты дебил, этого не понимаешь. Я понимаю, но ты не понимаешь. Когда ты закладываешь взрывчатку, ну, для тебя это понятное. Для тебя это непонятные вещи. Мы же не только связисты. Мы же не только связисты. А что это такое, не только связисты? Что это? Не только связисты. Что это такое? Сможешь сказать, взрывчатка ты? Что это такое, не только связисты? Я не знаю, ты можешь ее себе в задницу вставить. А-а-а! Вот опять садомит проклятый попался. Ну. Только этими занимается. Так, а при чем тут ПИНА-2? Что ты хочешь сказать про ПИНА-2? Что ты там рассказывал про ПИНА-2? Давай не будем твою эту жопную тему. Что такое ПИНА-2? Ты животное, блядь. Ты меня не дослушал уже, блядь. Ну, я слушаю тебя. Что такое ПИНА-2? Ну, вот. Я тебе сказал. Умен. Ладно. Слушай, потом меня сейчас вырвет. Все. Гулять. Нехай сейчас. Нехуй шастать. Нехай сейчас.